допустим например отношения украины и россии как мириться будем например никак почему вы не хотите мириться мириться с россией не имеет никакого смысла а почему россия не договор способное государство все договоры которые были заключены с россией с момента ее независимости она нарушила например в отношении к украине три больших договора о дружбе и сотрудничестве договоры границах минские соглашения а еще договор о размещении черноморского фото и даже минские соглашения нарушил а минские соглашениями между кем и кем должны были быть между россией украина и оба сих вот так даже прикольно это написано прикольно прикольно то есть минск минск 1 минкс 2 оказывается это между украиной россии и оба сие прикольно вы молодцы в шапке документа написано да вы молодцы понятно все с вами очень интересно и а какой смысл идти допустим украине в евросоюз желание украинцев чтобы хуже была жизнь в украине или чтобы что хуже лучше это уже дело украинцев явно вы всех украин когда когда вот в четырнадцатом году особенно был майдан прям всех украинцев спросили или только тех кто на майдане прыгал нет в 2014 году спросили не всех спросили в 2012 когда были выборы так и тогда абсолютное большинство проголосовала за европейский курс украина да ладно да да и вступление в нато да про вступление на то до нападения россии вообще речи не шло да ладно понятно не шло конечно но прикольно вот еще прикучно было закрыть вообще любой вопрос наступление в нато или приющенко по-моему приющенко все-таки она ошибся не приключено как наоборот это очень приветствовал даже бандера у вас сделал героя если тебе интересно как-нибудь можешь погуглить российскую статью украина окончательно распрощалась с нато там довольно подробно рассказано кто как и почему решил отказаться от любого углубленного сотрудничества с нато в отличие от россии а в четырнадцатом году когда на майдане маха махали флагами евросоюза это как какое направление было это то которое было выбрано в 2012 году то есть в евросоюз и в нато правильно евросоюз про нато никто не говорил ну это следующий шаг само собой правда не следующий как мне твои исключительно умозаключения почему вот финляндия вошла в евросоюз и потом в нато вошла она хотела этого нет тогда когда финляндия в нато наш вошла напомню пожалуйста а вот буквально недавно а в евросоюз буквально давно буквально это когда примерно не помню надо точно вот хотя бы десятилетие какое не помню сами посмотрите факт то что это одно от другого не отделимо ну как это не отделим не отделимая все между этими событиями прошло почти четыре десятка лет ну четыре десятка вы молодец вы молодец четыре десятка лет четыре десятка лучше молодец понятно все с вами прикольно так и что а какая перспектива в украины в евросоюзе украины внутренний украинский вопрос с россиянами не обсуждая ну ты хотел обсудить отношения россии украины а вопросы задаешь только по украине не я почему это задаю потому что я хочу понять перспектива допустим сотрудничество с россией но было и в принципе было бы офигенной растишите перебиваю не было в принципе россия все время существовало существования ставил украине условно говоря палки в колеса это конечно не прямо то есть там продавая газ льготно это палки в колеса да начиная с газа который россия продала украине по завышенным ценам более того обвиняя постоянно в воровстве обвиняю и постоянно отключая для политического шантажа заканчивая сырными молочными кофе кофейными и конфетными войнами или были еще и конфетные войны и суть важна это при порошенко что ли нет ты что какой порошенко это при вашем они щенка так а в чем конфетные войны врач россии они щенка конфетные войны в чем заключались я просто пропустил что-то в том же в чем заключались и молочные войны а в том же они когда и сырные войны просто запрещали наш экспорт в вашу страну сырной молочной конфетной продукции нас на основании чего на основании того что якобы там что-то не соответствовало ну можно правда потом внезапно без изменений каких-либо в производственных цепях все начинало соответствовать когда украина шла на очередные уступки понятно а вот то что вы делали допустим двигателя для вертолетов самолетов у вас была мощная промышленность по производству особенно авиапромышленность даже с космосом вы были связаны вот это куда делать это тоже россия виновата до 2022 года все это было да вы чё я так и понял думаю чуть такое по-прежнему вопрос но это опять и все такое выпускалась да наверно все про украину я все-таки хотел бы поговорить об отношениях ну давай об отношениях как ты считаешь почему россия не исполняла минские соглашения россия должна была исполнять вопросом на вопрос не отвечать заметь я на все твои вопросы отвечал не задавая встреча очень минские соглашения это мир минские соглашения касались украины и соответственно луганской и донецкой республики вот ребята чушь сказал прости что перебиваю да это просто элементарная логика мне подсказывает если уж и есть соглашение россия выступала всего лишь каким-то гарантом если вы дали бы статус соответственно этим республикам специальный статус до кона которые в общем так говорится там было прописано что вам это мешало до сих пор бы эти республики были бы в составе украины вот допустим крым я же отвечаю а вы почему не слушаете на ответы а зачем вы мне тогда спрашиваете смысл тогда вашего вопроса если вы а вам не нравится мой ответ вам не нравится ну понятно да я это чувствую вы мне правду говорите да минские соглашения что просматривал да просматривал скажи мне пожалуйста кто является сторонами минских соглашений согласно шапке документов согласно шапке документов да давайте по откроем минские соглашения нет такого документа минские соглашения да мне пофигу честно говоря у меня вы нудный и дебильный человек понимаете какая штука вас страна расхерачивает у вас страну расхерачивает вот вы а вы буквоистом занимаетесь понимаете никакого документа дорогой я вижу по вашему шеврону что вы фашист и ради бога прыгайте со своим как говорится шевроном вот и мы там четко для того чтобы как говорится вот таких как ты не было в украине понимаешь фашистов свое время уничтожили выгнали с украины в сорок четвертом году и теперь и вас выгоним нахер к чертям собачьим только и всего а вот а вы мне тут какие-то буквоистом занимаетесь какой-то хернёй блин нафиг а вы у него да успокойся все будет нормально все будет хорошо вот а то что ты там тыкаешь ты даже взял какой-то украинский вариант минских соглашений пытаешься мне втулить это и есть украинский вариант минских соглашений вот возьми их в оригинале и почитай там в каждом пункте там в каждом пункте написано про Донецк про Донецкую и Луганскую республику в каждом в этом то и есть прикол этих всех соглашений что ты ерунду то несешь эту херню придумал блин нафиг сам себе ходишь такой да жиган лимон сидишь блин это самое ну и чё долго ты будешь улыбаться да не долго еще поверь мне все нормально будет приключаюсь да конечно пошел ты нафиг господи мне сейчас фашистам тут унижаться разговаривать фашистам есть фашисты есть фашистам ты и останешься только интересно куда ты побежишь фашист в Канаду а ты в Канаде и уверен что уже таких как ты примут там уже не принимают особо фашистов ладно подождем подождем конечно подождете подождем вы и побежите опять там то ли в Канаду то ли какую-нибудь Аргентину так ведь так да конечно что не так то ты думаешь ты за Украину отстаиваешь ты не Украину отстаиваешь ты развал Украины отстаиваешь только и всего и это так потому что это я отстаивал Украину когда я служил а ты отстаиваешь понимаешь свою эту фашистскую блин нафиг организацию когда которой ты являешься большим таким членом вернее малым членом вашей большой организации конечно тем лучше фашист но он и есть фашист что могу сказать Бандера твой герой скажи на мой прошлый вопрос не ответил я на твои не буду отвечать ну и все тогда сливайся чучело слился ты дебилов о жизни ну давайте пару вопросов о жизни если смогу помогу ну это такой чистый интерес вы же граждане Российской Федерации да оно подойдет слушайте я вам сказать если допустим давайте представим завтра выборы президента Российской Федерации и вы можете назвать любую кандидатуру абсолютно любую без привязки к времени обстоятельствам вот кому бы вы отдали свой голос то есть может вам там нравится какая-то историческая личность вот вы считаете что он там был бы эффективный или там более лучше или хуже я не знаю вот кому бы отдали свой голос вы имеете ввиду за всю историю вообще что даже скажем так мифические персонажи тоже подойдут может вам бог нравится до вас был человек он говорит я балаху отдал свой голос ну на сегодняшний момент я считаю нам нужен такой человек типа как Сталин Сталин услышал можете два тезиса чем он вам импонирует почему бы он сейчас был более эффективен допустим потому что во первых при нем действительно была эффективная экономика которая за десять лет практически подняла страну из руин в ту страну которая потом противостояла во второй мировой объединенной Германии вот объединенному Евросоюзу которая позволила эта экономика эту войну выиграть это раз вот до войны соответственно были тоже результаты было очень много хорошего что в общем то позволяло людям жить гораздо как говорил товарищ Сталин легче и гораздо веселее вот а больше всего чем не нравится в товарищ Сталин то что он зачищал верхушку которая соответственно начинала жировать был какой-то класс который ну так скажем жил лучше чем там кто-то либо ну да вот тех же артистов многих он не трогал а вот людей которые достойны были этого всего которым выделялись и персональные даже как говорится вагоны в поездах и персональные дачи потому что эти люди в свое время сделали сильно много для того ну с точки зрения открытий понимаете и так дальше ну вот на данный момент я считаю почему он нужен был в Сталине было ну больше такой вот решимости и справедливости он не особенно не смотрел на мировое сообщество а у нас сейчас к сожалению в России я думаю сильно очень много думают о каком-то мировом сообществе которое уже все равно так или иначе в общем то ножки свесила и болтает ими и не собирается особенно ну как говорится уважительно относиться ну в мировом так скажем порядке прислуживаться к интересам России понял слышу у меня в принципе еще один вопрос личный можете не отвечать если не захочете есть у вас образование и какое если оно есть достаточно у меня образование нормально все и побывал я много где и помню и помню СССР и помню развал СССР и знаю что такое капитализм потому что прожил в нем большую свою часть своей жизни и мне есть чем сравнить поэтому я это осознанно говорю то что на Сталина в свое время вылили много грязи это да это так надо было но не надо было России так надо было как говорится конкуренции конкурентным странам к сожалению СССР был развален путем предателей предателей в России предателей в Украине предателей везде короче каждая республика в общем то славилась своими предателями и из-за этого мы теперь наблюдаем этот конфликт соответственно на Украине может у вас ко мне вопрос есть у меня к вам нет вопрос есть а как вы думаете как этот конфликт урегулировать и как бы вы его урегулировали как его урегулировать я думаю как он и сейчас идет то есть скорее всего военным путем не так иначе точно так же и урегулировал может там другие какие-то были бы ну вот жалко алло слышите меня да сейчас слышу ну вот военным путем а вы понимаете что военным путем это не в интересах Украины ну что ж поделать конечно не в интересах ну и даже Украина не в интересах Украины я согласен и так и так же смотрите и не в интересах России я не знаю а тогда это Путин правильно если вот говорить от этого тезиса почему Путин почему в интересах Путина я думаю он однозначно останется при власти Путин чем хуже в России тем лучше для власти скажите а Украина вот вся Украина это Зеленский конечно а почему вы думаете что Россия это Путин ну коллективно скажем так вот с кем я не общаюсь большинство людей поддерживает войну агрессивную они не признают государственностью Украины ну я вам говорю я же отвечаю за те с кем я общаюсь это не признают государственностью Украины то есть это однозначно они говорят те же самые тезисы которые говорит Путин вы не правы немножко может вы чуть-чуть не заблуждаетесь во-первых Россия это моя прямая вот смотрите я напрямую общаюсь с кем-нибудь у меня сейчас прямая социология я с вами пообщался я плюс-минус тоже могу уже сделать какие-то выводы ну понятно интересно какие выводы вы сделаете по поводу того что я вам сказал однозначно есть проблемы в экономике все-таки санкции действуют потому что один из ваших тезисов как раз экономические проблемы освещаются да и второе что большинство людей большинство в России хотят изменения во власти то есть так или иначе они уже реже начинают говорить что это Путин но опять же в основном это кровожадный диктатор это дейтапей из прошлого максимум кто там называл что-то ближайший это был этот которого расстреляли в четырнадцатом году там в Москве забыл какого фамилия из оппозиции вот это там единице в четырнадцатом году расстреляли кого-то из оппозиции да где-то в Москве там я забыл какого да вы чё обалдеть интересная у вас информация ну если ну если какого-нибудь там Петренко расстреляли который был никто ну вы знаете это никто он и остался никем а вот теперь да ну прикольно теперь касается санкций санкции так или иначе на всех влияют поверьте мне так самое интересное эти санкции влияют и в обратную сторону монета поверьте вот я то не зря 30 лет прожил в Америке я насмотрелся особенно сейчас как санкции повлияли на Америку офигеть вот они сами себе в ногу выстрелили да ладно в ногу в голову а вот такой такой жизни понимаете такого ужаса в Америке то есть такой жизни никогда не было вот поэтому действительно так Америка херово никогда не жила как при Путине это правда у меня еще раз еще раз вопрос какое у вас образование уже да нормальное у меня образование больше чем вы даже думаете хорошо вы слышали такой есть рейтинг стандарт S&P 500 что-нибудь слышали о нем представляете что это такое нет не представляю у меня техническое образование представляете все рейтинг NASDAQ мне в основном тоже ничего не говорили и что мне должен сказать рейтинг NASDAQ я думаю как минимум что экономика растет да ладно что это да ладно технические то есть не технические даже больше более интеллектуальные чем вы мне будете рассказывать в производственных мощностях то там все что хочешь начиная от хай-тек и всего остального ну вы молодец да конечно помните раньше когда-то ходили вот как раз в Нью-Йорке все ходили там на бирже у них было 300 ой 30 тысяч написано они всегда ждали роста вот этого когда же оно перевалит это третий стандартный курс да и он буквально вот недавно это было и что и показатель чего это это показатель того что экономика растет да ладно серьезно то что у среднего человека у среднего класса ставки на 0,25% какой вы молодец в России повышают до 18% какой вы молодец в плохой Америке какой вы молодец ну давайте про Америку если хотите я конечно вам могу рассказать многое только одно скажу как так получается что у среднего класса теперь не хватает денежков просто прожить как говорится от зарплаты до зарплаты и инфляция которая блин в 5 раз больше вот чем где-либо наверное это вы считаете успех экономики ну да ну да ну да интерес рейт который вырос 3% как говорится до 7 до 8 это успех экономики ну да конечно ну да рассказывайте мне про великие как говорится Васюки это конечно здорово но давайте вернемся давайте вернемся к Украине рассказывает что он добился снижения безработицы а вы как раз говорите что тут все не доедают как говорится последний гамбургер без хлеба и без соли то я ногу только подтвердить я только могу подтвердить чтобы в америка в последнее время люди в магазины ходят посмотреть на продукты понимаете вот это я точно могу вам подтвердить из моего личного опыта вот и это и и такого и такого и такого и такого количества бездомных которые за последнее время появилась за последние особенно 4 года на никогда в жизни в Америке не было. Вы ради прикола вот поговорите со мной, возьмите телефончик и наберите Homeless Сан-Франциско, например. Охерейте. Я знаю, я знаю. Знаете почему? Кстати, опять же... А это их не выбор, да? Говорило бы, что нам надо снижать потому что 9 долларов вы видели тратить на человека, который не работает, ничего не делает. Это очень большая нагрузка. Естественно, они будут расти. И ничего делать не надо. А они туда каким образом попадают? Просто так платит государство. Просто так. Да вы молодец. Ух ты какой у нас. Начитался сказок. Ну понятно, ладно. Почему человек не работает? В связи с тем, что вы все очень знаете хорошо про Америку, мне так нахер равно вас переубеждать. А про Украину ты все-таки отказался говорить, убежал. Ну что ж, могу сказать. Вот такие вот они, спецы. Вот, блин, я дурею нафиг. Ну ладно, идем дальше. Ну ладно, идем дальше.